Утро на Болткоме Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Понедельник. И, как обычно, в это время мы начинаем Утро на Болткоме. И сейчас у нас на прямой связи и посредством Зума, как, наверное, очень часто сейчас в последнее время, удаленно, у нас сегодня на связи, сейчас я точно назову, уководитель, так, нет, вице-президент Европейского альянса телохранителей специалистов в области безопасности Андрей Шишов. И мы, конечно, обсудим ту тему, которая стала достаточно актуальной, когда на всех заперли дома, но длительное нахождение в замкнутом пространстве, даже, вроде бы, близких людей, к сожалению, приводит к такой проблеме, как насилие в семье. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Андрей Шишов у нас на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Контрольный вопрос, как всегда, меня слышно, хорошо? Да, вот мы вас слышим, и это сейчас... Прекрасно, прекрасно. Всем доброе утро. Да, доброе утро. Да, что касается, действительно, этой проблемы насилия в семье, вроде бы, конечно, тема очень неприятна, но, с другой стороны, вот, кто-то из психологов сказал, что это неизбежный процесс, когда, действительно, люди длительное время должны находиться, ну, фактически, не выходя из дома, и вот возникают все конфликты, в том числе в семье. Может быть, несколько слов об этом? Да, к сожалению, это так, и статистика прошлого и начала этого года говорит о том, что самоизоляция, конечно, чрезвычайно негативно влияет на внутрисемейные отношения, на отношения между людьми, и здесь, как я вижу, вероятно, есть два пути решения проблемы. Во-первых, в долгосрочной перспективе это вопрос поднятия внутренней культуры человека, когда, ну, какие-то интеллектуальные способности не позволяют реализовывать эмоциональное или физическое насилие по отношению к другим людям. Ну, и, конечно, в долгосрочной перспективе необходимо находить какие-то занятия, которые отвлекают от негативных мыслей. Это гораздо сложнее, но это совершенно необходимо, если мы хотим сохранить мир и ваку и в семье. Ну, кто-то может сказать, что, конечно, можно привлекать там помощь психологов, юристов, если дело доходит, ну, например, до развода, если мы говорим о насилии в семье между мужчиной и женщиной, но, наверное, зачастую вот эти конфликты, не знаю, возникали бы меньше, если бы у семьи в Латвии было бы больше жизненного пространства. Ну, мы все знаем, в каких квартирах живет большинство латвийцев, это в основном советские типовые дома, хорошо, если там три комнаты, я уже четыре, это, наверное, редкость, в основном две-три комнаты, и даже нет возможности на какое-то время, не знаю, уединиться, побыть самим собой, собраться с мыслями, и в результате вот это вот накапливается, это негативная энергия, и все это выплескивается, конечно, не оправдывая сам факт насилия. Да, несомненно, это так, то есть здесь вопрос личного пространства, вероятно, имеет первостепенное значение. С этой точки зрения могу сказать, что, вероятно, опять же, если люди способны находить возможности использовать это личное пространство, это очень хорошо, и возможностей очень многого, просто об этом не задумываясь. По крайней мере, в Латвии, ну, не настолько жесткий локдаун, чтобы невозможно было, допустим, выйти погулять в одиночестве, и, я не знаю, найти себе какое-то занятие, которое позволяет, ну, скажем так, уединиться и отдохнуть от своего партнера на какое-то время. В конце концов, ну, я не знаю, возьмите лыжи, сходите. Это не такое уж плохое занятие, оно помогает поддерживать физическую форму и помогает сохранить какое-то свое личное время и пространство. Да, ну, если мы говорим о таком уже критическом моменте, когда очевидно, что два взрослых человека не могут находиться уже вместе в одном вот пространстве и, наверное, действительно не могут справиться вот с этой неконтролируемым, может быть, гневом и даже насилием. Что дальше делать, не знаю, может быть, в таком правовом аспекте, ну, наверное, кто-то может сказать, ну, если происходит факт насилия, наверное, это первый или последний сигнал, может быть, ну, если мы говорим о насилии мужчины по отношению к женщине, что часть всего бывает по праву сильного, скажем так, ну, надо разводиться и надо расходиться. Кто-то говорит о том, что надо обращаться и в правоохранительные органы. Так, оставлять это без реакции, безнаказанным нельзя. Что вы здесь можете посоветовать? Знаете, это чрезвычайно сложный вопрос. Для того, чтобы на него отвечать, нужно, наверное, разбираться в ситуации каждой семьи очень детально, потому что, как всегда, семейные отношения имеют огромное количество аспектов и нюансов. Здесь важно двое, наверное, да, естественно? О, да. И говорить о каком-то, ну, конкретном рецепте, который для всех может быть применим, очень трудно. Но в любом случае, если речь идет о физическом насилии, то, конечно, скорее всего, сохранять такие отношения будет очень проблематично. Ибо однажды подняв руку на женщину, скорее всего, мужчина будет повторять это. Это, ну, к сожалению, глубоко в психологии. И я, скажем, не сторонник сохранения подобных союзов, поскольку они ведут потом к более серьезным последствиям и даже трагедиям. Да, и в том числе это очень серьезные последствия, такие тяжелые психологические травмы, которые, может быть, остаются на всю жизнь и для детей тоже, если они становятся свидетелями вот такого акта насилия. Да, совершенно верно. То есть, ну, любой психолог вам скажет, что если отношения в семье не складываются и дети видят несчастливые отношения между родителями, то лучше такие отношения прервать. Поскольку это откладывается глубоко в психологии детей, и потом они перекладывают это в свое взрослое. Да, ну, кроме физического насилия, есть еще психологическое насилие. Его жертвы говорят о том, что это не менее тяжело и болезненно, когда происходит, ну, вот, если бы мы говорили сейчас о взаимоотношениях между работниками, ну, в коллективе, то это такое модное слово моббинг, да, когда вроде никто никого не бьет, но вот идет такое вот психологическое воздействие, крайне негативное, и человек все время находится тот, ну, который подвергается этому моббингу вот под таким гнетом, прессом психологическим в семье. Это тоже бывает, может быть, и все-таки мужчина там не решается поднять руку на женщину, но он начинает ее психологически третировать, хотя так, чтобы нас не обвинили, что мы вот в основном как-то пытаемся только женщин представить в качестве жертвы, бывает, что и мужчина становится вот жертвой в силу разных особенностей его характера, может быть, становится жертвой этого моббинга. Здесь, наверное, тоже, наверное, рецепт такой, что надо расходиться, да? Ну, да, вьюзные отношения в семье тоже, ну, не меньшая проблема, чем физическое насилие, и с точки зрения психологии эмоциональное насилие практически равно физическому, только с той разницей, что не оставляет следов и доказательств. Но по большому счету, опять же, если человек привык так относиться к своему партнеру, привык унижать и обесценивать, то, вероятно, такие отношения ни к чему хорошего не приведут. Конечно, есть возможности искать пути сближения, есть возможность обращаться к психологу, но, опять же, такие возможности есть далеко не у всех. Мы понимаем, что психолог – это в том числе и финансовая составляющая, и если есть такая возможность, конечно, пути сближения искать надо. Но, опять же, если абьюз сложился в традицию, то, скорее всего, лучше отношения привык. – Чаще всего, когда психологи и, кстати, правоохранители начинают разговаривать с жертвами такого домашнего насилия, чаще всего выясняется, что почему вы все-таки не расходитесь, это ведь не первый раз происходит, раз вы уже дошли до такой ситуации, что нужно привлекать посторонних людей для решения семейных конфликтов, в том числе и полицию, почему вы не разводитесь? Я так понимаю, что это исследование показывает, что чаще всего две причины. Во-первых, зависимость жертвы, если так можно сказать, от второго человека в материальном отношении, поскольку чаще всего мужчина, допустим, содержит семью, и если женщина особенно не работает, воспитывает детей, нет каких-то накоплений лично у нее, то понятно, что боится потерять вот такую какую-то материальную поддержку, и в результате пострадает она и женщина, и дети. Это одна причина такая вот, почему терпит, и второе, конечно, из-за детей, потому что и одна половина вот семьи, которая страдает от насилия, и вторая скажет, что ну да, мы не хотим, мы хотим, чтобы дети росли в полноценной семье, и поэтому до последнего терпим все вот ужасы вот такой семейной жизни. Да, совершенно верно, это два очень серьезных аспекта, которые удерживают людей вместе, несмотря на конфликты и взаимные претензии, и это очень серьезные причины, поскольку, ну, далеко не все в нашей стране способны, разорвав отношения в семье, не знаю, обеспечить себя местом жительства или обеспечить своих детей таким образом, чтобы они ни в чем не нуждались после разрыва. Кроме того, есть еще, ну, определенные психологические вопросы, которые, допустим, позволяют одному человеку быть насильником, и при этом второй, примерив на себя образ жертвы, соглашается с ним, и таким образом происходит некий достаточно крепкий союз, в котором отношения нездоровые, но акцептуемые собой. Это также очень интересный феномен. Да, может быть, еще один феномен. Мне создается такое ощущение, что зачастую мы себя обманываем, то есть мы пытаемся найти, не знаю, какое-то оправдание вот этому домашнему насилию и конфликтам с семьей, ну, вот в частности, как мы в самом начале говорили, что вот из-за вот этого нахождения дома, работе на удаленке или остался человек без работы, вынужденный в это кризисное время сидеть дома. Вот мы говорим, что вот это основная причина. На самом деле это только следствие, просто когда люди реже виделись, у них, наверное, было меньше возможностей поссориться, теперь все это оголилось и обострилось. Абсолютно верно, соглашусь с этим. И здесь, возможно, опять же, то, с чего я начал, это вопрос внутренней культуры человека. Ведь даже оставшись без работы, все равно есть возможность себя занять чем-то полезным для того, чтобы открыть себе какие-то другие перспективы. Ну, не знаю, сядь у компьютера, займись самообучением, займись, не знаю, написанием CV и поиском работы. Это тоже, кстати говоря, отдельный труд, который требует времени и улучшения какого-то интеллекта. То есть всегда у человека есть возможность занять себя чем-то продуктивным для того, чтобы избавиться от хандры. Ну, есть такой метод керриера психологический, когда человек может вывести себя из состояния депрессии, просто думая продуктивно. Его, как бы, ну, сконцентрированная формулировка звучит так. Лучше лекарство от хандры быть занятым. Это правда. Ну, наверное, это еще такой сигнал к тому, что зачастую вот в семьях, может быть, люди думают, что вот какая-то внезапная вспышка насилия, ай, обойдется, пройдет. Ведь вряд ли человек, как вы уже правильно сказали в самом начале, единожды подняв руку на другого члена семьи, на этом он остановится. Наверное, такие, не знаю, вспышки гнева неконтролируемые были раньше, но только пока человек там, не знаю, уезжал в командировку, уходил на работу, ну, вторая половинка думала, ну, сейчас человек в просто плохом настроении, все пройдет, все наладится, и, наверное, такого разговора по душам не было. Да, вероятнее всего так. И психология говорит, что где-то глубоко в генах заложенные данные, как правило, ведут человека через жизнь. То есть люди не меняются в своей внутренней структуре. Они способны приспосабливаться к ситуации, но, тем не менее, все, что заложено у нас в генах, остается. То есть если человек склонен к насилию, вероятнее всего это останется. Значит ли это, что, не знаю, там, вмешательство правоохранительных органов, ну, фактически в этой ситуации бесполезно или иногда достаточно припугнуть? Я сейчас не говорю уже, наверное, об уголовных процессах. Если есть действительно реальные побои и причинен ущерб здоровью, это уже, наверное, другая история. О, это, опять же, очень сильно зависит от личности конкретного человека. Некоторых людей действительно достаточно припугнуть, и они в этом страхе будут пребывать, не знаю, оставшуюся часть жизни. Есть люди, для которых это не является никаким аргументом. То есть это, опять же, очень индивидуально. Но вмешательство правоохранительных органов, ну, как мы все прекрасно понимаем, это достаточно крайняя мера, когда, по сути, уже никакими другими способами решить конфликт в семье невозможно. Но эта мера является очень краткосрочной и, в принципе, не решает проблему на ее только складе. Спасибо большое, Андрей Шишов, вице-президент Европейского альянса телохранителей и специалистов в области безопасности. Он был у нас в прямом эфире, как я уже сказал. Ну, к сожалению, сейчас мы со всеми нашими экспертами беседуем удаленно. Будем надеяться, что наступят другие времена. Есть у нас и звонок, пока мы ждем соединения с еще одним экспертом. Доброе утро. Слушаем вас. Доброе утро, Абик. А скажите, пожалуйста, а почему все время говорят о насилии мужчин в отношении женщин? А наоборот, не бывает? Бывает, бывает. Я тоже об этом обморился. Я слышу 30 лет. Вот, знаете, это Стамбульская конвенция. Она защищает только женщин. А это что за дискриминация такая по половому признаку. Вот, пожалуйста, почаще говорите наоборот. Когда насилие, когда женщина избивает мужчину, это намного сложнее решается, да? Потому что, во-первых, не верят. И как это? Мужика можно избить. Ну, в легкую. Спасибо. Спасибо большое. Нет, ну, бывает и иначе тоже, наверное, только я предполагаю, что, наверное, мужчина в редких случаях побежит в полицию жаловаться, что его избила жена по понятной причине. Наверное, такое тоже бывает. Ну, хотя, я не знаю, больше, наверное, здесь надо говорить не о физическом насилии женщины в отношении мужчины. Чаще всего, наверное, какое-то тоже психологическое, террор, так можно сказать, психологическое давление. Не правда ли, Андрей? Интересные феномены, причем не так уж редко встречающиеся. Конечно, можно долго иронизировать над этим, но ведь иногда жены злоупотребляют тем, что мужчина не может поднять на нее руку. Соответственно, ведет себя достаточно развязанно. Это, скорее, на мой вкус, исключение, но, тем не менее, такая практика в семьях существует. И об этом, да, тоже можно говорить и обсуждать. Да, я понял. Да, спасибо большое за это пояснение. Андрей Шишов, напомню, у нас был на прямой связи. Сейчас мы попытаемся выйти на связь с другим экспертом. У нас должна выйти на связь присяжный адвокат, специалист по вопросам защиты прав детей Евгения Твериновича Буры. Сейчас мы попытаемся с ней связаться. еще раз доброе утро. Продолжаем его в прямом эфире. Сейчас у нас на телефонной связи присяжный адвокат, специалист по вопросам защиты прав детей Евгения Твериновича Буры. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, у нас, я так понимаю, за технических проблем вы не смогли выйти на связь посредством Зума. Пытаемся по телефону. Обострилось во время этой жизни на удаленке, фактически под домашним арестом насилия в семье. Исходя из вашего опыта, вот что делать в таких случаях? Когда обращаться к правоохранительным органам? Или, может быть, сразу же, в принципе, думать о разрыве отношений в семье? Что бы вы посоветовали? Ну, конечно, первое, что всегда приходит на ум, когда речь идет о домашнем насилии, это не умалчивать об этом. Не умалчивать об этом и окружить себя теми людьми, которые в какой-то определенный важный момент могут оставать поддержку. В период пандемии мы понимаем, что общение у нас ограничено, поэтому очень важно поддерживать контакт с друзьями, даже с соседями, с близкими, родственниками, телефонную связь, скайпу, ватсапу. Технологии сейчас действительно развиты и держать в курсе те события, которые происходят в семье, если уже есть такие намеки на то, что действительно возможно, возможен риск насилия или есть какие-то первые сигналы об этом. Это в первую очередь, скажем, такой момент практический. Очень важно также иметь всегда, в случае того, что действительно это уже происходит, иметь какой-то ресурс, хотя бы небольшая сумма денег на то, чтобы, например, вместе, если мы говорим о женщине, допустим, с детьми, в какой-то момент, когда это будет происходить и неизбежна будет ситуация, разворачиваться, чтобы просто покинуть дом и также, скажем, иметь под рукой самые необходимые документы, вещи, какие-то первые необходимости. Ну, я говорю, конечно, о таких уже тяжелых ситуациях, когда это уже запущено и люди понимают о том, что в какой-то момент нужно просто убежать, да, для того, чтобы обеспечить безопасность себе и своим детям. Но это касается таких практических моментов. Но что касается юридических вопросов, то есть несколько механизмов предусмотренных в нашем государстве, которые обеспечивают защиту для потерпевших от домашнего насилия. В первую очередь, конечно, это звонок в государственную полицию или в полицию самоуправления. И согласно закону о полиции, полиция имеет право принимать решение о предъявлении, значит, так называемого семейного насильника от семьи, либо усмирив его на месте, да, решив каким-то образом конфликт, либо задержав это лицо. Ну, в случае каких-то действительно конкретных рисков для здоровья и безопасности семьи, либо непосредственно, скажем, решая концессуальный вопрос, принимая решение о разделении. Далее это решение, оно действует на протяжении до 8 дней. То есть не обязательно это, конечно, будет 8 дней, в зависимости от накаленности ситуации. Полицейские должны оценить ситуацию, насколько этот конфликт эскалации, да, действительно крупный. А вы знаете, я смотрю, что я могу подсоединиться по зуму, меня подсоединилось. Сейчас, может быть, попробуем существовали предпосылки к тому, что эта ситуация исправнируется, и действительно государственная полиция или полиция самоуправления принимает решение о удалении этого лица от семьи. Дальше непосредственно семья насильника имеет право подавать явление в суд о назначении правовой защиты. Также это право имеет полиция, то есть с помощью полиции можно подать такое заявление. И также полиция в этом случае подает в суд все те доказательства, которые они имеют. Видео, аудио, записи, возможно, констатацию каких-то фактов при задержании какие-то, возможно, были. Или, допустим, человек находился в психотропном, под влиянием алкоголических или психотропных веществ. В тот момент, да, анализы какие-то, результаты и так далее. Вот, скажем, в таком контексте. Евгения, но все-таки, учитывая ваш опыт, ведь редко бывает так, когда к вам обращаются за правовую помощью пострадавшие от насилия, и выясняется, что вот это первый раз вот такое случилось. До этого была, не знаю, идеальная семья. Конечно, случаи бывают разные, но ведь чаще всего это рецидив, если так можно сказать. И одна из сторон, ну, наверное, чаще всего женщина уже длительное время страдает от такого психологического иногда и физического воздействия, и никак не может решиться вот разойтись. Да, вы знаете, случаи разные, действительно, и в период пандемии, конечно, возросло это количество, но здесь очень важный такой еще момент, насколько, ну, то есть отрегулировано в законодательстве это все достаточно красиво. Вопрос применения, насколько компетентны работники полиции, насколько компетентны работники полиции и самоуправления для того, чтобы решать такие вопросы, потому что как одна из возможностей разрешения этой ситуации, это разрешение конфликта на месте. Мы понимаем, для того, чтобы быть каким-то посредником разрешать этот конфликт между сторонами, когда действительно накалены так отношения, ты должен быть специалистом, как минимум хотя бы пройти какие-то курсы психологические, а также, ну, как в особенности характера, разбираться в людях. Ну, насколько компетентны, допустим, могут быть работники полиции. Лично в моей практике вот за это время не было ни одного решения полиции о разделении насильника от семьи. То есть практически мне бы не хотелось делать такие выводы, но, к сожалению, многое регулирование имеет просто формальный характер, который вот существует в нашем государстве, но применяется очень редко. Обычно по вызову приезжает полиция и констатирует, что это какой-то бытовой конфликт, хотя корни, конечно, уходят намного глубже и, допустим, даже осмелиться вызвать полицию, да, когда рядом находится этот насильник, это уже огромный шаг. А когда приезжает уже полиция и, естественно, в присутствии этого человека очень тяжело себя повести так действительно адекватно и осмелиться высказать действительно все то, что происходило для того, чтобы были приняты соответственные какие-то решения, а также, что касается решений о, значит, обеспечении правовой защиты, которые принимаются в суде, закон предусматривает то, что доказательством может послужить даже достаточно объяснений со стороны лицом, подверженному насилию, со стороны потерпевшего. Потому что зачастую эти, скажем, вид насилия, это может быть экономическим, также психологическим или сексуальным, да, который не всегда оставляет какие-то конкретные следы, да, как физическое насилие, допустим, когда можно снять побои. И в этом случае очень важно, чтобы действительно суд вникал в эту ситуацию, углублялся, потому что очень много решений, когда отклоняют такие заявления, и фактически ситуация возвращается в то же русло, в которое оно и было, да, то есть женщина вынуждена, опять же, находиться на общей территории с тем человеком, от которого она терпит вот это вот насилие. Поэтому здесь, конечно, необходимо повышать уровень образованности и также получать, кроме таких повышения квалификации, скажем, на юридические темы, очень важно и психологически понимать эти аспекты. Вот, может быть, такой вопрос на грани, здесь все взаимосвязано правой психологии. Понятно, что случаи бывают разные, каждая семья – это, наверное, отдельная жизненная история, ну, не знаю, мне тяжело, наверное, представить ситуацию, я думаю, вам тоже, когда дело доходит до вмешательства полиции, да, есть факт насилия, не только, может, психологический, и потом вот после вот этого единичного случая уже вмешательства полиции наступает счастливая семейная жизнь. Ну, ведь мы понимаем, что это уже край, если так можно сказать, и если не могут… Дело доходит до вызова полиции, скорее всего, вот этот брак распадется. И очень часто вот мы слышим, может быть, это жестко звучит, но очень часто мы слышим, может быть, со стороны, когда говорят, ну, слушайте, если вы уже подвергаетесь насилию, как вы сказали, там, психологическому, физическому, сексуальному, на что надеется, ну, не знаю, женщина в этом браке? Ведь очевидно, что нужно расходиться, не нужно ждать, пока дело дойдет до каких-то очень печальных последствий. Да, абсолютно вы правы, тем более ни одно насилие, оно не появляется на ровном месте. Есть всегда предпосылки, все начинается с маленьких сигналов, да. В отношениях очень… происходит такой, скажем, момент притирки, да, когда люди притираются друг к другу. На протяжении долгих лет совместной жизни и один, и второй, они пытаются друг друга как-то прогнуть. А вот я тебе так, а что ты ответишь? А ты не ответил, а я тебе больше, да. То есть вот такие вот сигналы, которые просто по накатам, да, как комнат снежной, все-таки могут эскалироваться в какие-то конфликты. Ну и в таких непростых условиях, в которых мы сейчас живем, конечно, еще больше ожесточается эта ситуация. В этом случае очень важна все-таки поддержка специалистов. Как только появляются какие-то первые сигналы, когда, например, женщина или мужчина видят по отношению к себе какое-то недостойное поведение, под этим подразумевается обесценивание, критика, да, чрезмерное, неуважение какое-то, даже элементарно… Нижение. Да, да, элементарно даже просто перебивают разговоры, не хотят выслушать, потому что даже, вот, понимаете, такой элемент насилия молчания, когда мужчина молчит и с женщиной не разговаривает, он не удовлетворяет ее главную, одну из главных потребностей, такую же потребность, как и детей, допустим, в питании, да, потому что, ну, женщина психологически это тот, скажем, организм, которому очень важно общение, и молчание – это тоже один из типов психологического насилия. Да, вроде бы и не хамит, но это тоже такое хамство, да, своеобразное. Абсолютно, абсолютно, не хвалит за приготовленную еду или отказывается кушать, допустим. Это такие нюансы, которые действительно только на психологическом уровне можно распознать. Но когда… Но женщина это все чувствует. И также и женщина может охладеть мужчине. И здесь очень важно вовремя обратиться к специалистам. Я не говорю сразу бежать к адвокатам. Адвокаты – это действительно юристы, те, та инстанция, но уже действительно, когда нужно очень конкретно что-то решать. Хотя, в принципе, мы работаем все-таки тоже очень много с психологами и имеем достаточно глубокие знания. Даже если, ну, вот чувствуется, что какая-то ситуация накаляется, что, возможно, в будущем будет необходимо что-то решать, я всегда советую записаться на консультацию. Или это будет психолог, или это действительно может быть телефон доверия, да, который работает круглосуточно, бесплатно. Или социальные какие-то службы. Или же тот же самый адвокат, кому можно записаться на консультацию, в ходе которой специалист уже расставит все точки над «и» и по полочкам распишет возможные варианты для действий. Потому что, если говорить конкретно и серьезно, то к разводу нужно готовиться не меньше года, понимаете. Нужно действительно, это такой процесс, который требует особой подготовки. И тогда, возможно, это все произойдет, ну, достаточно мирно и спокойно. Спасибо большое, Евгений Тверинович Боря, присяжный адвокат с председателем по вопросам защиты прав детей. У нас было на прямой связи. Спасибо большое. Сейчас мы попытаемся подключиться и переговорить еще с одним экспертом, который у нас запланирован, психологом, специалистом, психотерапевтом кризисного центра «Скалбес» Татьяной Голуб. Вот сейчас надеемся, что нам удастся выйти на связь с ней. Да, вот у нас на связи Татьяна Голуб. Наконец-то, я так понимаю, появилась на экране Татьяна. Слышите ли вы нас? Да, я слышу. Да, замечательно. Психолог, специалист-психотерапевт кризисного центра «Скалбес» Татьяна Голуб. Доброе утро. Доброе утро. Да, учитывая ваш опыт, насколько действительно эта вот проблема насилия в семье, домашнего насилия сейчас действительно обострилась? Ну, к сожалению, действительно, в связи с распространением вируса эта ситуация становится достаточно серьезной, и даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что не только в Латвии, а вообще по всему миру распространяется насилие в семье, насилие дома, и это такая теневая сторона этой пандемии. С чем сталкивается ваш центр? Чем вы можете помочь жертвам домашнего насилия? У нашего центра есть две опции. Во-первых, это кризисный телефон доверия, на который люди могут позвонить и днем, и ночью, и поговорить с консультантом, который их поймет, поддержит эмоционально, может быть, поможет найти какое-то решение. И вторая очень важная опция для тех, кто терпит от насилия, это телефон для пострадавших от разного рода преступлений, 116-006, это бесплатный телефон, и там можно получить юридическую помощь и эмоциональную помощь, и люди, которые в этом разбираются, в опросе помогут быстро сориентироваться. Также я знаю, что сейчас тяжело бывает позвонить из дома, если насильник рядом и он слышит разговор, то нужно использовать возможность, может быть, переписки через интернет, или же позвонить, попробовать договориться с людьми, которым вы доверяете, которые могут помочь дозвониться и узнать нужную вам информацию или, в конце концов, вызвать полицию, если это нужно. Когда журналисты начинают разбираться, понятно, что каждая семья – это совершенно отдельная история, случаи могут быть не похожи один на другой, но зачастую мы сталкиваемся, наверное, в большинстве случаев, когда слышим рассказы жертв домашнего насилия, что это уже, есть такое слово здесь применимо, хроническая проблема, то есть это не произошло в одночасье, и если действительно уже нужно, не знаю, убегать из дома, искать помощь у полиции вот в вашем центре, то действительно вот ситуация уже назрела, перезрела, и просто каким-то образом годами не решался вот этот конфликт, ждали какого-то чуда, но не произошло. Так ли это? Можно ли мы говорить о том, что вот если уже дело доходит до насилия, то это уже не единичный случай, это вот давняя ситуация, когда, ну не знаю, одна из сторон в браке никак не может решиться разойтись? Это может быть очень по-разному. Есть очень много случаев хронических, действительно затяжных, но это не из-за того, что люди ждут чуда, просто это связано со многими серьёзными проблемами дополнительными. Материалем в том числе, да? Женщины говорят, что они боятся, например, ну не обязательно это женщины, которые жертвы, иногда бывает и мужчины, но, например, если женщине манипулятивно грозят отнять ребёнка, то, конечно, она будет бояться, хотя это не всегда так, и очень изредка получается, ну в целом у насильника нет основания отнимать ребёнка у этой женщины. Но во время пандемии, к сожалению, участились новые случаи насилия, потому что люди живут в стрессе, в стеснённых обстоятельствах, и могут появляться новые вспышки насилия даже в тех семьях, где его раньше не было. Просто какие-то происходят бытовые конфликты, слово за слово, и дело доходит до насилия в семье. Ну это бывают разные виды. Есть такой вид, где да, слово за слово, и люди не умеют решать конфликты спокойно, не умеют вовремя распознать свой гнев и его перенаправить, или как-то выразить в толерантной, спокойной форме. Но есть и также, к сожалению, такой очень серьёзный вид насилия, где насильник считает, что он имеет право подавлять, решать вопросы силой, и что это нормально. Поэтому здесь даже коммуникативные навыки не помогут. Здесь скорее такая проблема в мыслях, в мыслях человека, который так считает, что у него есть такое право. Может, буквально последний вопрос, если можно коротко. Вот всё-таки с психологической точки зрения, значит ли это, что вот есть такие, я не знаю, вспышки насилия происходят, то надо обращаться за помощью и к психологу, в том числе, и надо всё-таки пытаться решить эту проблему так, чтобы, ну, разойтись. Мне кажется, обязательно нужно обращаться за помощью, потому что очень опасно остаться в изоляции, в одиночестве и самому пробираться сквозь эти проблемы. Но расходиться или нет, это вопрос серьёзный, это может решиться позже. То есть это не может быть рецептом для всех видов насилия. Татьяна Голуб, у нас была на прямой связи, психолог Центра Скалбаса. Большое спасибо. Ну, вот так у нас время довольно быстро подошло к концу. Не переключайтесь. После паузы и выпуска новостей мы вернёмся в студию с интерактивом и будем обсуждать актуальные темы последних дней. Спасибо.